Блондинка Весна Ты останешься светлым пятном Черны его кудри, черные штанины Пиджак и все прочее в нем Он будет стараться, себя отмывая Вновь дикие взгляды бросать Туда, где бегут рельсы, шпалы, трамвая Пора на работу скакать Нельзя на работе показывать пятна Они отвлекают от дел Природа их людям вообще непонятна А я их вознес и воспел Блондинка Весна Сквозь вуаль созерцает Мою суету и печаль А снежный беретик сияет Мерцает И думать о вечном не жаль Пусть корочка снега Подтает немного От слез, от любви, от тоски И ландыши будут расти у порога У дома, где души близки Благодарю вас за внимание к моему творчеству Друзья, всем салютики Из Израиля Салют из Израиля Всем привет Задавайте вопросы У нас, так сказать Свободная конференция Человеческо-попугайская Человеческо-авианская, можно сказать Потому что эти попугаи Они говорят между собой Попугай какаду Называется Соломонов какаду Потому что его родина Соломоновые острова Да, правильно Тихо Соломоновые острова Он любит больше играться Вот И очень умный Это мальчик и девочка Или какие у них там отношения У них Пока отношений, к сожалению, нет У меня сейчас сидит девочка Зовут ее Муши Она со мной общается Жужа, тихо Она для общения выбрала меня И поэтому она никак не может познакомиться Со своим будущим мужем Он как бы немножко одичал Поэтому мне предстоит много работы Чтобы все-таки их знакомство состоялось Итак, меня зовут Александр Айзенберг Я родился в далеком 1971 году В Москве на Малом Арбате В роддоме имени Грауэрмана И с тех пор, как и все, да, пошел в школу И учился, поступил в пединститут на факультет русского языка и литературы Где проучился почти до конца И в 92-м году в разгар Пуча Все мне начали советовать ехать в Израиль Я, честно говоря, как студент факультета русского языка и литературы И как человек, который считает себя по культуре русским Не хотел этого делать И, знаете, мною двигало даже не Про те опасности или антисемитизм Про которые рассказывали там мне Мои родители или там друзья Или те Мне это все не интересовало У меня было много прекрасных друзей И в институте, и в школе И все они были и русскими, и украинцами И других национальностей Советского Союза нашего Вот И я, так сказать, чисто вот из интереса Открыл пятую графу и решил поинтересоваться А что же это, собственно, такое А ты язык, да? Так как рассказывать про это можно долго То я вкратце скажу буквально на 2-3 секунды Чтобы обобщить сразу все Александр, скажи, пожалуйста А ты язык знал, когда ты вот открывал эту графу? Язык, я приехал, я мучительно изучал этот язык И чувствовал, как он меня программирует Как он меня, этот язык, запихивает в какую-то программную систему И, знаешь, я этот язык выучил на улице Ну ты смотри, когда ты начал писать эту анкетку Ты языка не знал вообще У тебя просто была национальность и все Там все просто, там по-русски можно заполнить Там много русскоязычных работников Вот этого Сахнута Там и министерство абсорбции Они там сидят Нет проблем с языком Я говорю, что свой язык Еврит я выучил сначала на улице Потом в Ешиве первое время учился А потом, когда я все это оставил Я пошел учиться в колледж комплементарной медицины Который называется Рейдман И там я учился по профессии Мегамалы терапию от МАГА Направление массажное И все, что связано с прикосновениями руками То есть занимался, изучал массажи Почему? Потому что такой тоже случайный буквально момент произошел Я понял, что я без денег в Израиле ничего не смогу сделать А как их заработать я не смогу А ты поехал вообще без денег, да? У тебя запасов никаких не было Ну дали мне там какую-то корзину абсорбции и все такое Вот, и я пошел, увидел случайное объявление На курсы экстрасенсов Прошел я эти курсы экстрасенсов К счастью, женщина попалась честная И она сказала, что экстрасенсорными знаниями ты не обладаешь Только потому, что ты этого хочешь Но посмотри на свои руки У тебя очень хорошие руки Они излучают много положительной энергии Поэтому идти примени это и стань массажистом Вот, я пошел это и применил И, так сказать, я потом узнал про Фалундафа И Фалундафа, она как раз вот подчеркивает вот этот принцип Что у человека появляется энергия только тогда Когда он прошел какие-то свои духовные испытания Он не обязан терпеть страдания Но если страдания попадаются на пути этого человека Он должен пройти их, сливаясь со свойством Вселенной Свойство Вселенной состоит из трех качеств Истина, доброта и терпение Точнее, истина, милосердие и терпение Если так точнее переводить с китайского Джейн Шань Джейн И когда ты сливаешься с этим свойством Учитель приводит такой пример Что ты как пробка, которая в море Если она пустая, а в ней ничего нет Она сама всплывает в свойства Вселенной Как вода ее выталкивает сама наверх Человек следует естественному ходу событий Не форсируя и ничего не делая специально Вот этим путем я и пошел После того, как начал изучать Фалундафа А твои родители остались в России? Один год я здесь был в одиночестве в городе Потом приехали родители Это мне пользы не принесло Да, мужик не принесло И я потом женился и отделился Пожил с женой где-то 3-4 года Мы подняли дочку до 5-летнего возраста Потом мы развелись И, так сказать, я отдельно Она там отдельно в Назарете живет У меня до сих пор прекрасные отношения с дочкой Вот, а с бывшей женой мы общаемся Поскольку у нас есть какие-то отношения Связанные с дочерью А жена твоя бывшая, она тоже из СССР или из других? Нет, мы познакомились в Израиле Жили в Израиле, в отдельной квартире Нет, смотри, когда я была в Израиле У меня было такое ощущение, что я как будто в Советском Союзе Куда бы я ни ходила, все разговаривали на русском языке И я думаю, что очень там много иммигрантов И можно, надо было, с тем же нового себе найти из бывшего СССР Да, вы правы Подобное притягивает подобное Когда я первый раз опять возвращаюсь Спустился с трапа самолета Я увидел, что все в Израиле маленькое То же самое, как в Москве, только маленькое И машины, и дома, и люди маленькие Вот, и я это самое, подумал Значит, что-то здесь не так Какая-то здесь копия Какой-то подвох, да Какая-то уменьшенная копия с окружающего мира получается Вот, и я начал здесь тоже искать истину И проучился в Ешиве И вышел вот на Халундафа Который мне, в общем-то, помог разобраться В этих всех, в этих всех делах А ты жалеешь, что ты тогда переехал? Или ты счастлив, что так произошло? Я не жалею, потому что я получил свой новый опыт И я здесь, в Израиле, так как здесь энергетика другая Намного сильнее Каждое твое чувство, каждое твое слово Отдается в десятикратном размере И поэтому здесь ты наслаждаешься в десять раз больше И страдаешь в десять раз больше Как будто, который наслаждается очень много И страдает также много И проходя вот эти уроки наслаждения и уроки страданий Он остается непривязанным к всему этому И оставаясь в балансе, в гармонии со Вселенной Следуя общему направлению Как идет Вселенная Через истинную доброту и терпение Он поднимается, совершенствуется Причем фалуньдафа Я не могу назвать это духовным учением Это чисто материальное учение Которое говорит о том, что материя это не только то, что мы можем пощупать и так далее Все духовные субстанции Все, скажем, тела человека Они тоже абсолютно материальны Просто их размер частиц намного меньше И учитель мастер Лихунджи говорит, что чем меньше размер частиц И тем плотность выше, тем энергия их выше И вы, наверное, согласитесь со мной И фалуньдафа говорит то же самое Что высокочастотные энергии Это излучение любви, добра, приятия Тихо И любви, добра, приятия Так вы говорите, что любви, добра, раз по морде птицы, приятие А где твоя любовь и приятие? Могу и так Нет в этом никаких проблем Просто Когда я не готовился абсолютно к этой конференции Здорово И знал, как получится Конечно, у нас классно получается Смотри Прошлую конференцию мне тоже Они на час раньше позвонили мне Я проводил с Ириной Подзоровой на тему поэзии Тоже с попугаями проводил А конференцию с Джулипо на тему коронавируса и цифровизации Израиля Я тоже проводил, но без попугая Попугаи были в другой комнате Мне кажется, они очень даже хороши Вот, и сегодня Сегодня я сочинил стихотворение новое Прекрасно И оно посвящено тоже Фалуньдафа И все стихи, посвященные Фалуньдафа, они являются моим личным опытом Если хотите, могу прочитать Прочитать, Малине Прочитать тебе Вот, сегодня сочинил Называется «Перезагрузка Вселенной» На высоте неодолимый холод Даже не с кем поговорить Но на моем уровне у меня есть свои ощущения и свои радости Эпиграф Лихунджи Инь и янь меняются местами А мирские душу тащат вниз Поднимаю руки И с руками Вечность за сюрпризом шлет сюрприз Люди, роботы и черти разрушают Люди, ангелы и боги создают Все они без устали страдают Выбирая новый свой приют На вершине жизни мироздания Холод, одиночество и свет Там, где спят вселенские желания Никого желающего нет Там один, единый мой учитель Созерцатель и создатель мой Улыбается, меняя ход событий И ведет дух, дух каждого домой Скоро остановятся потоки Вдохновения волшебного с небес И свои во тьме, пройдя уроки Мы взлетим, оставив интерес Я немножко сбивался Потому что я читал с листа А вот, чтобы понять вам суть того Что я воспринимаю и как я чувствую Я вам лучше прочитаю стихотворение наизусть Оно посвящено моей дочери В процессе общения с ней Я тоже проходил свои уроки И написал такие стихи А сколько ей сейчас лет твоей дочери? Ей уже двадцать лет, она уже служит в армии Тогда ей было десять-двенадцать лет Я не имею чувств людских Я милосерден, тих и строг Но от веселья глаз твоих Я под собой не чую ног Я терпелив, приемлю все Что посылает мне мой рог Но нетерпение твое И плач твой я терпеть не мог Я знаю истины миров Закон движения Но слова твои простые Чище слов пророка или божества Пусть будет светлой эта ночь И будет божество в тебе Расти как счастье, моя дочь Как просветление в судьбе Браво! Она оценила? Она не сразу поняла Она только когда выросла Она все это прочитала И знаешь, еще интересно Я тебе была очень благодарна Если ты музыку выключишь Я волнуюсь, что она будет вдруг С авторскими правами Ну хорошо Соглашусь с тобой Вот Так на чем я остановился Я как-то Есть такое приложение Называется стерео И там только голос слышно И там тоже я давал интервью Меня спросили А что ты все по-русски Вот столько в Израиле прожил А на иврите ничего не написал Прочитай что-нибудь на иврите Я говорю Ну не получилось ничего написать Вот только когда В Ешиве учился Написал всего четыре строчки Эли надхиль ми берешит Эт оламейну нигале Баагават сафа ищи Навин навши Венале Мой Бог Начнем сначала Откроем наш мир В нашем Языке Который установлен Только между нами Поймем Мою душу И поднимемся Прекрасно А я хочу Знаешь что у тебя Спросить У тебя такой Интересный костюм У тебя какие-то тут Знаки отличия Награды А ты можешь Вот об этом Рассказать Еще у тебя Очень интересное Кольцо На левой руке Кольцо На левой руке Вот это вот с волком Да А это волка А я не сразу поняла Что там такое Волка Это волка Рядом сапфир Волка я Приобрел Совсем недавно Потому что Я верю В то что мы Вступаем сейчас В эпоху волка И утро Сварога Оно Начинает Все Больше и больше Проявляться И все Что говорят Исследователи Славянской Культуры Я верю Что это Абсолютная Правда Все эти Противоречия Между Черными Темными И светлыми Между евреями И русами И все Это спекуляции Привел В гармонию Я полагаюсь В этом случае На исследование Ученого Владимира Шимшука С которого Вы хорошо знаете Он сказал Что Есть Северные Русы И есть Южные Русы И произошел Раскол То есть Одних Крестили Русу Других Крестили Дею То есть Одни Русские Другие Иудеи Я Полностью Присоединяюсь Смотрите А я Когда Стал изучать Фолуньдафа Я Вот это Все Сегодня Осознал И как раз Написал Вот это Стихотворение Которое Я прочитал Тебе Только что Что идет Определенная Перезагрузка Вселенной Да Все вернется На круги Своя И Утро Сварога Неизбежно И день Сварога Тоже Неизбежен И Люди Просветлеют И станут Добрее И лучше И прекраснее И Темные силы Займут Своё Место Занимаясь Своими прямыми Обязанностями То бишь Утилизацией Того Материала Который Уже Вселенной И Они Этим Занимаются И Должна Произойти Перезагрузка Почему Происходит Перезагрузка По моему Мнению Она происходит Потому что Вселенная Вышла на Новый Духовный Уровень Как Такое Может быть Да Очень просто Мастер Ли Хунджи Сказал Что если Далеко Отлететь От Вселенной То она Принимает Очертания Человеческого Тела То есть Вселенная Это тоже Человек Только Огромного Размера И то что Вот эти Вот там Телы И вот эти То что Вот этот Оксепитальный Рост То что Шимшук Говорит Все это Чистая Правда Но Расти Можно Не только В пределах Планеты Можно Расти И в пределах Вселенной Тоже Вероятно Было Какое-то Существо Которое В процессе Самосовершенствования Вот так Вот выросло И Мы Мы Его Наблюдаем Не через Телескоп Потому что У нас Вообще Нет И никогда Не будет Таких Возможностей Технических Чтобы его наблюдать Мы можем Через Собственное Сердце Глубоко В груди В самой Середине Орган Есть Один Дверь Любой Святыни Он Исток Любви Он Исток Гордыни Он Всегда В крови Он Ведет Кончине Он Большой Портал Судеб Всех Вселенных Им Тебя Узнал Свет Минут Бесценных Сердце Сохранил От Иллюзий Лживых Музык Стихи Свет Очей Красивых Браво Ну ты так и не рассказал Кстати Вот про Вот эти Вот у тебя Что тут Вот Знаки И награды Так как я Долгое Время Уже Много Лет Нахожусь На портале Стихи.ру То У меня Соответственно С 2014 Года Я единственный Разрелитянин Который Является Членом Российского Союза Писателей Значок Российского Союза Писателей У меня Находится Здесь Это Перо На фоне Российского Флага Государственного С этой Стороны У меня Находится Звезда Наследия Это Грифон Это Звезда Наследия Учистена Российским Императорским Домом И Две Медали Медаль Сергей Есенин И Медаль Георгиевская Лента Которые Были Мне Присвоены За Вклад В Развитие Русской Литературы В частности Георгий Победоносец Медаль Георгиев Победоносцем Присвоена Мне За Рассказ О Своем Дедушке Ну Знаете Мало Ли Ветеранов Существует В Мире И В Израиле Очень Тоже Много Ветеранов Мы Всех Любим Уважаем За их Подвиг Беспримерный Который Они Совершили Защищая Россию От Немецко-фашистских Захватчиков Все Все это Мы Ценим Но В этом Рассказе Я Отметил Одну Интересную Вещь Однажды Мой Дедушка Попал В окружение И В окружении Они Он был Командиром Танка Один танк Участвовал В танковой Битве За Москву Один танк Горел Другой Танк Дошел До Берлина И вот По пути Они попали В окружение И У них Начался Голод И Какое-то Озарение Снизошло На дедушку Он Втайне Ходил В синагогу И молился Потому Как В Советском Союзе Это Запрещено Он Был Советским Офицером И Он Тайно Ходил И Вдруг Когда Они Попали В окружение На него Снизошло Озарение Он Инстинктивно Или Нет Не знаю Как Забыл Про себя Вообще Забыл Что Ему Нужно Есть Пить Что-то Там Заботится О себе Он Начал Искать Тех Кто Нуждается В еде Питье В перевязках В помощи И Вот Так Он Не смыкая Глаз Ухаживал За Своими Солдатами За Солдатами Из Других Там Род И Помогал Всем До тех Пор Пока И так Было Очень Долгое Время Несколько Недель Буквально Они Находились В окружении И В один В один Ужасный Момент Он Обнаружил Что Больше Некому Помочь Он Один Остался Один Тогда Он И Он Не знал Куда Идти У него Ничего Не было Он Просто Взял И пошел В лес Вот Куда Глаза Глядят И По Дороге Он На Минуту На Мгновение Остановился И Вспомним Что Он Уже Почти Месяц Ничего Не Ел Не Пил В Это Мгновение Его Организм Отключился И Он Потерял Сознание Немцы Увидели Что Советские Солдаты Офицеры Больше Не сопротивляются Может быть Что-то Случилось Они Зашли На Эту Территорию Не Обнаружили Никого В живых Нашли Также Моего Дедушку И Приняли Его За Мертвого И Собрав Военные Трофеи Они Ушли С Этого Места Потому Как Наступала Советская Армия Советская Армия Наступая Буквально Через Час Два Три Все это Очень Быстро Проходило Они Тоже Обнаружили Советского Офицера Танковых Войск Без Сознания И Они Решили Раз Советский Офицер Он Совершил Беспримерный Подвиг Давайте Может быть Возьмем Его Похороним И Взяли Его Чтобы Похоронить И в дороге Они В дороге Они почувствовали Нитевидный пульс Смерили А оказалось Он жив Его быстренько Взяли в лазарет И В лазарете Вызвали его жену Его жена Моя бабушка Она была Медсестрой Поэтому Поэтому Ей Позволили Лично За ним Ухаживать Вот Так Совпало Что Он Пошел На войну Она Пошла Медсестрой И Она До того Как пошла Медсестрой Она еще Строила Сокольники Московскую Станцию Метро Сокольники До войны Она Строила Фотографии И Она За ним Ухаживала И В ночь В ночь Когда был Подписывали Пакт О капитуляции Германии В ночь С 8 На 9 Мая Родилась Моя мама Все Родственники Друзья Кричали Виктория Виктория Давайте Назовем ее Виктория Но бабушка Была Моя бабушка Была Непреклонна Назовем ее Нина Все Никто Не мог Ничего Сказать Вот И назвали ее Нина Мои родители До сих пор Живы Здоровые Счастливы И У меня Есть на Ютубе Видеозапись Где Отмечается Их Золотая Свадьба Они Прожили Вместе 50 лет Я И по Хорошему Завидую Потому что У меня Такой Семьи Не Получилось И Единственное Что хорошего Получилось Из семейной Жизни Это моя Дочь Которая Ко мне Прислушивается Которой Со мной Интересна И Знаете Может быть Даже это К лучшему Случилось К лучшему Что Вы расстались И у дочери Есть Альтернатива Она может Послушать И мать Отдельно И отца Отдельно И Не Видеть Больше Никаких Конфликтов В семье А их И не Происходит И Я надеюсь В будущем Построить Новую Семью Я чувствую Себя Не на 50 лет А Лет на 25 Где-то Так Вот Вот Такие Дела А Про все Эти Я Рассказал Все А вот Ты хотел Вот В нынешней Историю В себе В жены Кого Ты Так Примерно Мечтаешь Мечтаю О чем Ну О жене Как Вот Допустим Какой Возраст Какая Национальность Какие Там Волос Блондинка Там 15 Летние Там Какими-то Параметрами Я понял Твой вопрос У меня Даже Одно Стихотворение Есть Называется Жизненная Сила И Знаешь Не имеет Значения Какой Возраст Не имеет Значения Какая Национальность Имеет Значение Наличие Женщины Жизненной Силы Которую Она Готова Поделиться Со Своим Любимым Человеком И Получить От него Взаимную Любовь Понимание Готовность Выслушать И Готовность Помочь Во всем Во что Что Женщина Вдохновлять На На жизнь И Вдохновлять Конечно На Поэзию У меня Был такой Случай Я Встретил Женщину С двумя Детьми У нас Были Прекрасные Отношения Гот И Потом Мы Расстались Я написал Книгу Стихов И Пестина Любви Она Называется Хельда Эту Книгу Я Издал В Небольшом Формате В Иерусалиме В Маленьком Формате Иерусалиме И Большом Формате А чьи-то Работают Рисунки Чьи Это Рисунки Иерусалимской Художницы Юлии Лагус Очень Красиво Это Гамма Так Прям Потрясающе Это Эзотерические Рисунки Посмотри Пожалуйста За моей Стеной В таком Же Цветовом И Здесь Своя Есть Символика В этом Рисунке Здесь Вы Видите Девушка Держит Свою Птицу Девушка Наоборот Девушка Отпустила Свою Птицу Счастья И Любви Ей Хорошо У нее Теплые Тона А Мужчина Еще Держит Свою Любовь И У него Синие Тона Он Страдает И Под Ними Лотос Как Символ Самосовершенствования Можно Совершенствоваться Как В горе Так И В радости В этой Книге Эзотерические Иллюстрации Как Черно-белые Иллюстрации От художницы Из Тель-Авива Ольги Гольцер И От Художницы Цветные Иллюстрации От художницы Из Иерусалима Из Иерусалима Юлии Лагус И Цветные Иллюстрации Отражают Небесное Восприятие Черно-белые Иллюстрации Отражают Восприятие Бытовое И Вот это Вот Смешение Быта И Быта И Неба Это все Вот Черно-белая Иллюстрация Например А еще На обложке На внутренней Там очень большая Такая Покажи Пожалуйста Вот Да Вот это Это тоже Изображение Хельды Но как бы Небесное Изображение Вот Это все Художница Юлия Очень красиво И смотри Как символично У нас сегодня В эфире Тоже две птицы Здесь две птицы И у тебя Прям в комнате Тоже две птицы Скоро тебе Будет невеста Все складывается Как пазл А вот это Вот конкурсный Альманах Георгиевская Лента 75 лет Победы Вот это Вот как раз Рассказ Мой сердечный Дедушка Он вошел Вот в этот Альманах И за это Тебе награду Дали Да Мне дали За это Медаль И у меня Еще есть Диплом Номинанта Тоже Вот мне Пришел В общем И да Самое Интересное Сборник Фортепианный Сборник Песен На мои стихи Она называется Планета любви Ну знаете Мало не фортепианных Сборников В мире В чем он Интересен Тем что Это Двуязычный Сборник Здесь Песни Можно петь Как на русском Так и на иврите И Моя песня Душа И другие Мои песни Они есть На моем Канале В ютубе Вы можете Поместить Мою ссылку На мой канал В ютубе Чтобы люди Посмотрели Мои Плейлисты И в этих Плейлистах Я собираю Тематические Все Различные Мои видео Авторское Чтение Оно не Собрано Никак Ну а кто Интересуется Нашими Любимыми Блогерами Включая И тебя У меня У меня Тоже Там Масса Плейлистов Все Блогеры Которых Я люблю Там Собраны Я На работе Много Их слушаю В одном Наушнике Это Разрешается Вот И так Дали И так Дали Когда ты Последний раз В России Был В России Я Последний раз Встречал Новый 2019 Год Я Возил В Россию Свою Дочку Первый раз Первый раз И как Дедушки Ее возил Там Живет Ее дедушка И Некоторые Родственники Она На русском языке Разговаривает Она Да Она С детства Разговаривает На русском Но ее Родной Язык Все-таки Иврит Она Родилась В Иерусалиме В 2001 Год Повез Дочку К дедушке В 19 Году Что там Было Интересно Повез К дедушке Когда я Собирался Я ее Спрашивал Куда Она Хочет Поехать Она Мне Так Просто Говорит Слушай Если Мы Едем В Москву То Почему Нам Не Заехать В Санкт-Петербург Я Думаю Нифига Себе Она Ж В Израиле Родилась Израиль Территория Израиля Как Московская Область И Заехать В Один Город Или В Другой Город Это Существенно Так Какие Проблемы Разы Какие Проблемы Но Я Подумал Раз Дочка Хочет И Я Организовал Экскурсию В Санкт-Петербург Слава Богу Или Богам По Счастливому Стечению Обстоятельств В Санкт-Петербурге Живет Санкт-Петербуржец В восьмом Поколении Тедди Оушен Или Вадим Лебединец Это Тоже Певец Барт Который Приехал В Иерусалим Я его Там Принимал Его Кинооператора И мы С ним Сделали Совместный Творческий Вечер Поэзии Музыки Который Назвали Вертикаль Вечности И там Были Представлены И мои Песни И стихи И его Песни И стихи И песни И стихи На То есть Мои были стихи И его Была музыка Одна Из песен Здесь В городе Вечном Песня Про Иерусалим Он Свою Музыку Подобрал Под гитару И исполнил Тоже На моем Канале В ютубе Можете Посмотреть Творческий Вечер Вертикаль Вечности А также Самый Удачный Как мне кажется Творческий Вечер Планета Любви Где Представлены Презентация Наверное Книги Да Презентация Книги Хельда И презентация Книги Фортепианного Сборника И представлены Там все Мои песни На мои стихи Фортепианном Исполнении А также На разных Творческих Вечерах Мы То есть Мой Исполнитель Песен Артист Тель-Авивской Оперы Леонид Аксельрут Он Сделал Аранжировку И Первоначально Фортепианную Аранжировку Он Переложил На Гитару И Тоже Очень красиво Получилось Особенно Песню Душа Если Вы зайдете На Песню Душа Там Внизу Есть Ссылки И Фортепианное Исполнение И Исполнение Под гитару Но под гитару Лучше И так далее Пожалуйста Как ты На канал Джули Попа Попал Я просто Заинтересовался Вот как Она Все Это Говорит Объясняет И Много Очень Нумерологии Заинтересовался Нумерологии Нумерологии Не Очень Меня Интересовало Как Очень Стройно Излагает Вот Этот Материал И Как Она Все Четко Очень Стру 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 Турировала Да Просчитала Причем Оказывается Человеческую Судьбу Можно Просчитать И Предсказать И Характер Предсказать И Объяснить Все Это То есть Ну Мне Это Показалось Интересным Я Законтачил С Ее Медийными Подчиненными И Хотел Тоже У нее Там На Радио Альвасар Выступить Вот Но Как То У нас Не Сложилось Подробности Я там Говорить Не Буду Но Несмотря На Это Я Мы С дочкой Купили Билеты На Ее Мероприятие И Мы Туда Приехали Там Нас Угостили Было Прекрасное Угощение Это Где Было В России Это Было В России Да Вот Это Часть Нашего Путешествия Это Было В Измайловском Кремле И Там Я Сфотографировался С Джулией По И Еще Там С Людьми Я Там Встретил Андрея Тюняева С Нем Немножко Переговорил К сожалению Не было особого Времени Так Я был С дочерью Пообщаться С Владимиром Шумчухом Но Все же Я подошел К нему И Пожал руку И На этом Так сказать Наша Связь Прекратилась В силу Обстоятельств Но Я надеюсь Когда Еще не вечер Надеюсь Еще не вечер Прекрасно В общем Поехали Мы Санкт-Петербург И Тедди Оушен Вадим Лебединец Заслуженный Учитель России По физике Он Нас Сопровождал Делал нам Экскурсию По Санкт-Петербургу Плюс Официальные Экскурсии Которые Я заказал Через G-Tours По интернету Вот Тоже Интересный Очень Человек И У меня Есть Плейлист Интервью И Там Я беру Интервью И У меня Берут Интервью И Можете Тоже Посмотреть Ознакомиться Вот Сейчас Ну В общем Я Обо Всем Рассказал У меня Самому Я тебе Я тебе Очень Благодарна Надеюсь Мы Продолжим Наши С тобой Общение Потому Что Ты Очень Интересный Человек Тебе Есть Что Рассказать С радостью Готовы С тобой Еще Дальше Продолжать Отношения Я Тоже Надеюсь Огромное Спасибо Что Я Вначале Как-то Немножко Сушевался А потом Раскрылся Единицы Имеют Такой Талант Раскрывать Людей Вот С Любовью С Такой Вот Здесь Я И После Я Занялся Продолжил Упражнение Фалуньдапа Под музыку И тело Стало Легче И Психика Тоже Нормализовалась Но у меня Все пришло В норму Но вдруг Я стал Видеть Что Я начал Видеть Зрачки У кого-то Вертикальные Зрачки У кого-то Горизонтальные Зрачки Да У кого-то Круглые Зрачки И Я Понял Что Современное Человечество Это Смесь Тела Людям Даются Одни А Души Другие И Со всем этим Людям Нужно Проходить Каждому Свои Уроки Вот Например У тебя Я не знаю Заранее Прошу прощения Вот у тебя Я вижу Я уже говорил Что Я уже говорил Что в тебе Душа Плеядьянки Доброе Светящееся Во все Стороны Огромной силы Доброта И свет И все Об этом Говорят Но Я сейчас Скажу То что Никто Нигде Не говорит Извини У тебя Вертикальные Зрачки Нет Мне уже Об этом Говорили На Канале Валерия Крымского Он уже Говорил Что там Что-то С моими Зрачками Возможно Тебе Дали Тело Немножечко Драконьи Вот Я кстати По гороскопу Дракон У тебя Не возникает Вот Противоречий Между Телом И душой То что У меня знаешь Какое Противоречие Когда я Нахожусь Вот в этом Пространстве У меня Такое ощущение Что я Не отсюда Вот это Вот у меня Возникает Что Как бы На побывку Меня сюда Вот засунули Ну типа Наслаждайся Деточка Получай Одовольствие Я понимаю В любом Случае Все Кто Нас Сделал Несут За это Ответственность И если Мы С добротой И с терпением А также Отстаивая Свою Правду Проходим Наши Уроки То Мы От этого Получим Только Пользу И только Дальнейшее Развитие Чего Я и Желаю Несмотря Ни на что Тебе Малине И всем Кто нас Слушает Благодарю тебя Малиндафа Хороший Пока Пока Субтитры